Обратили внимание, на переписчиках надеть, да, в упаковках у них портфель с написью ОСТА. Это для того, чтобы туда положить планшет, ну и какие-то канцелярские принадлежности. Специальная жилетка, а также шарф, маска, перчатки, планшет и, конечно же, самое главное – удостоверение. Всё с фирменным логотипом. Настоящего переписчика узнать легко. Образ продуман до мелочей. Всё же эти люди будут вхожи в дома нежегородцев. Дмитрий Гущин поработать в переписи населения хотел давно. Я считаю, что переписи населения – это уникальный и наиболее точный источник знаний об обществе, который в дальнейшем будет использоваться для создания различных государственных проектов, бизнес-планов различных. И я как бы прикладываю к этому руку. Напомним, перепись населения должна была состояться ещё в 2020 году, но трижды переносилась из-за пандемии. И вот, наконец, нас всех снова пересчитают. Причём не только россиян. Сейчас идёт очередной всемирный раунд переписей. И только в текущем году 61 страна проводит точно так же, как и мы, перепись. В нашей стране это уже 12-я перепись за всю историю. Так какие же вопросы будут задаваться? Значит, всего у нас будет три переписных листа. Они направлены на разные категории населения. Есть форма В. Это для временных гостей, которые у нас находятся в стране туристы, приехали в бизнес-командировки или ещё что-то. Живут здесь не больше какого-то короткого срока времени. Они ответят всего на 7 вопросов. Основные листы – это форма Л и В. Там содержится как раз вот этих вот 33 вопроса. В переписном листе также вопросы о гражданстве, образовании, возрасте, семейном положении и жилищных условиях. Кроме того, есть вопросы о национальной принадлежности, родном языке и языке, который чаще всего используется в повседневной жизни. В среднем на заполнение одной анкеты понадобится не более 20 минут. А главной особенностью этой переписи является то, что она цифровая. Вписать себя в историю можно на портале госуслуг или дождаться прихода переписчика. Иной вариант – самостоятельно отправиться на переписной участок. На стационарных участках, которые у нас организованы, помещений около 500 у нас по всей области. Все адреса этих стационарных участков есть на нашем сайте в разделе «Контакты». Адреса стационарных участков есть в администрациях районов. Адреса участков есть в органах внутренних дел. То есть нужно прийти туда и переписаться на стационарные участки, но при этом обязательные требования маска. У нас там, опять же, при поддержке регионального правительства мы обеспечили участки термометрами. Предыдущая перепись в России прошла в 2010 году. По ее итогам в Нижегородской области проживает более 3 миллионов человек. У нас 1 миллион 330 тысяч хозяйств. Русскими себя тогда определили почти 94% жителей. Что изменилось за это десятилетие, мы узнаем совсем скоро. Все данные выносятся в переписной лист исключительно со слов респондента. Человек вправе дать любой ответ на вопрос о своей национальности и даже назвать несколько вариантов. Именно поэтому в предыдущей переписи в России впервые появились такие национальности, как эльф и джедай. И все же шутить не стоит. Бояться участвовать в переписи также не стоит. Полученные сведения будут использоваться и для экономического прогнозирования, и создания новых социальных программ. Предварительные итоги всероссийской переписи население объявят до 30 мая 2022 года, а окончательные – до 31 декабря. К этой дате все собранные данные появятся на официальном сайте Росстата. Служба новостей Наталья Лисова, Виталий Кудрявцев.